Давайте посмотрим вот на это платьице. Отталкиваясь от идеи сочетания тканей компаньонов, здесь очень удачное сочетание тканей компаньона, да? Они очень близки и подходят друг к другу. Отталкиваясь от того, что это платье немножко расклешено к низу, видно, что оно выполнено из какой-то хлопковой ткани, потому что она достаточно формоустойчива, хорошо держит форму, да? И вот эта вот косая линия, не горизонтальная, не вертикальная, а именно линия под наклоном, тот небольшой кармашек, который здесь разбавляет вот эту нижнюю часть юбочки и поддерживает цвет наверху, это все плюсы этой модели. Ее можно выполнить, прекрасно будет все у вас смотреться, потому что косая линия, она убивает лишний объем. Вот идея этого платьица, она очень подойдет, как худеньким девочкам, так средненьким, так и немножко полненьким фигуркам. И идея вот этого вот, вот такого спокойного А-образного силуэта, немножко разделенного вот этой вот косой линией, таким контрастным по косой, она очень и очень хороша для скрадывания какой-то полноты. Если у вас верхний тип фигурки, допустим, вверху больше, чем внизу, вам не обязательно делать такое расклешенное к низу платье, вам можно спокойно его чуть-чуть заузить или оставить прямым, что тоже будет смотреться хорошо, все остальное сохранить. Вот это плюсы, которые я хотела бы вам показать и обратить на них ваше внимание. То есть отталкивайтесь от этой идеи и сочиняйте себе платьица, похожие на это. Минусы данного платьица, давайте разберем их. Вот на левой картинке посмотрите, какие косые заломчики у нас находятся в области проймы, соединения рукава со спинкой, с проймой. Это говорит о том, и такие же косые заломы находятся у нас. На правой спереди мы видим их тоже. Хотя ширина плеча, она доходит до конечной точки плечевого шва, то есть она не обужена, плечевой сустав не обтянут. Почему же? Откуда взялись вот такие косые заломчики? А взялись они только потому, что рукавчик здесь выполнен рубашечный. Вы знаете, что у рубашечного рукава высота оката рукава всегда больше, чем отличается от вертикального диаметра проймы, чем 2-3 сантиметра. Здесь разница наверняка сантиметра 4-5, и это дает вот этот вот нам косой залом. А чем он удобен? Удобен тем, что у него нет посадки по окату рукава, и нижняя часть рукавчика при этом, видите, как немножко отходит вверх, как бы оттопыривается, да? Не отвесный он, а как бы чуть-чуть-чуть в сторону. Поэтому, когда вы будете шить такое платье, обратите внимание, это вам нравится, это вам подходит, вот такие косые заломчики? Если да, то вы берете покрой рубашечного рукава. Если нет, то тогда берите за основу вточной рукав, ни в коем случае не укорачивайте плечевой шов, но помните, что у вточного рукава будет обязательно посадка по окату рукава, а так как ткань в данном случае достаточно жесткая, суховатая, какой-то плотный хлопок, я думаю, здесь, смесовый какой-то материал, то есть синтетика может быть немножко добавлена, то посадку делать неопытному человеку будет немножко трудно. Но как бы там ни было, это выбор за вами. И, наконец, последнее, что хотелось бы здесь сказать, обратите внимание, что совсем нет никакой нагрудной выточки. И особенно хорошо это заметно на правом, на правом платьице, на передней половинке, от выступающих точек грудной железы идет яркий, характерный, косой залом вниз. Если бы была нагрудная выточка, выходящая из бокового шва, чуть выше линии груди, чуть ниже, не имеет значения, то вот этого бы у нас не проявилось. А так, так как нет нагрудной выточки, больше того, обратите внимание, что спинка у нас немножко ниже, полочка немножко выше, то есть если посмотреть на нашу девочку сбоку, у нас будет перец задираться, а спинка будет провисать. Это говорит о том, что у девочки нормальная осанка, разница между ДТП и ДТС полтора, два, два с половиной сантиметра, а на выкройке осанка сделана на сутулую фигуру. То есть разница между ДТП и ДТС одинакой, никакой нет, она нулевая. То есть наша промышленность, она очень часто использует именно такой крой, потому что он гораздо проще, меньше работы и гораздо выгоднее шить именно такие изделия. Вот на это хотелось бы мне обратить ваше внимание. Но сама идея очень хороша, но я вам рекомендую брать за основу все-таки обычную выкройку с нагрудной выточкой и может быть вточной рукавчик, только делать его пошире и научиться справляться с этой посадкой. Продолжение следует...